СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С 15 по 17 ноября жители Самарской области могут протестировать федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Его участники узнают, как устроено онлайн-голосование и помогут сделать систему лучше, сообщают в телеграм-канале Кировского района. До 13 ноября включительно нужно подать заявку на госуслугах и дождаться статуса «Учтено в личном кабинете». Протестировать сервис «Голосование» можно будет с 8.0015 ноября до 20.0017 ноября. Принять участие в тренировке могут граждане России старше 18 лет. У них должна быть подтвержденная учетная запись госуслуг, сопоставленная с регистром избирателей ЦИК России. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что самая надежная защита от гриппа – вакцинация. Медики рекомендуют провести процедуру всем группам населения. Прививка особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, и лицам старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких, сахарным диабетом, избыточным весом, беременным женщинам, лицам из групп профессионального риска, медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Американские ученые выяснили, что у кошек есть 276 выражений лица, которые они используют для общения и взаимодействия с другими кошками, сообщают в телеграм-канале Железнодорожного района. Авторы наблюдали за поведением 53 взрослых домашних кошек, которые находились в кошачьем кафе. За 200 минут, записанных на видео, ученые зафиксировали 186 контактов между животными. В итоге исследователи выделили 276 различных выражений кошачьих морд, во время которых животные вытягивали уголки губ, облизывали нос, поджимали усы, прикрывали глаза. 45% выражений ученые сочли дружелюбными, 37% агрессивными и 18% средними.